С теми, кто ждет конца света, готовы поспорить и жителей горных аулов Азербайджана. Какой тут апокалипсис? Для них и сто лет не предел. Спустя 20 лет после затишья в республике решили снова вернуться к изучению феномена долгожительства. Наш корреспондент Фуат Мирмамедов отправился в аномальный район, чтобы узнать, в чем секрет долголетия. Целетинца из Баку бабушка Марьям раньше лечила переломы и вывихи. Делать сейчас и это тяжело. Все-таки возраст – 105 лет. Впрочем, очередь к ней не уменьшилась. Подожди, я тебе сейчас одно семя дам. Ты его не глотай. Поняла? Вот. У кого проблемы с горлом, легкими, а многие хотят узнать, как дожить до такого возраста. У нас в Азербайджане долгожителей очень много в Гидабекских горах. Там очень хорошая земля, чистый воздух, чистая вода. Главный секрет знают они. Мы решили сами навестить азербайджанских долгожителей. Пусть для этого предстоит неблизкий. До Гидабека километров 400. Это 8 часов езды на машине. И потом на вездеходе на самые вершины гор. Ну что, готовы? Поехали. В путь. Первый пункт нашего маршрута – горное селение Ититала. Здесь живет около 50 семей. Столько же здесь пожилых людей, разменявших восьмой десяток. Ибрагим Халилов месяц назад отметил юбилей – 100 лет. Аксакал помнит и Октябрьскую революцию, Гражданскую и Вторую мировую войны. Любовь и музыка – это поддерживает меня. Я и однополчан на бой настраивал музыкой. Едем дальше. Путь лежит к Исмейлам. Прямо на краю дороги, около своего дома, вяжут носки бабушка Зохра, бывшая доярка. Там же она их и продает. Мне 97 и 9 детей. Но все в городе. А я никогда отсюда не выезжала. Люди все уважают. Беседуем. К горному селению Славянка мы добрались к 7 часам утра. Встречаем Асихаса Исамаилова. Он ведет нас к роднику. Говорит, прошел раскулачивание, войну и сталинские лагеря. И вот дожил до 97 лет. До источника почти километр. Там он умывается. На улице – минус 20. Ну как водичка? Высший, высший. Потом дедушка Асихас колет дрова. Это занятие сыну доверить не может. Он, как и большинство гидобегских старцев, убежден – пока будет трудиться, будет жить. Я все время работал. Все время ходил. Я никогда не сидел. За работой Асихаса наблюдает соседка. Она старожилом себя не считает. Говорит, всего 91. Еще не возраст. Мария Конкина и сама без работы не сидит. Наводит порядок в избе. Пол мою, подметаю. Картошку, когда она роет, а я собираю картошку. Картошку сажаю. Помогает мне жизнь. Это работа. Работа помогает. Старейшая жительница района живет в соседнем селе. Миновар Гусейновый – 106 лет. На этих фотографиях история ее семьи. У бабушки четверо детей, 15 внуков, 45 правнуков и 20 праправнуков. И хоть имена некоторых из них она не помнит, зато она изустицирует стихи любимого поэта Вургуна. Пусть не спешит перо в руке поэта, скорее книгу жизни завершить. Пусть длится день, пусть вертится планета. Я не спешу. Мне некуда спешить. Она уверена. Все дело в воде. Ее кислотность горных источников намного выше обычной. Это вода, как в сказке. Живая вода. Больных лечит, пожилым продлевает жизнь. С бабушкой Миновар согласен молодой доктор наук из Баку Тофик Дадашев. Он доказал, что вода из горных источников гидобека влияет положительно на все органы человека. Расскажу вам одну пикантную подробность. Один человек лет под 70 женился на 30-летней женщине. Менее, чем через год у них родилась двойня. Чудо! Сейчас гидобекскую воду бутилируют и хранят для гостей Евровизния 2012. Впрочем, на этом останавливаться не собираются. У нас все наслышаны про гидобекскую воду. Все ждем, когда начнется экспорт. Продаваться она будет только в лечебных целях. В местную больницу старики обращаются очень редко. Однако, если и приходится кого-то оперировать, на поправку долгожитель идет быстрее, чем молодой человек. Мы оперируем их. Рана у них заживает первичным натяжением, не используя ни антибиотиков, ни каких-то химиопрепаратов для усиления их заживления. И даже приезжают к нам из института в хирурги и удивляются, как хорошо заживают раны. Жители гор – народ гостеприимный. Но здесь нет ни одного отеля, ресторана или баниологического курорта. Видимо, берегут чистоту своего края от наплыва туристов. Впрочем, кроме природы, считают старики, есть причина долгожительства поважнее – оптимизм. Фабер Мамедов, Найм Шерлибегов, Амиль Касумов, Рашад Гурбанов вместе из Азербайджана.